Вы знаете, то, что он это заявил, это, конечно, с его стороны большой шаг. Почему? Потому что не каждый человек, находясь там, такое может заявить. Согласитесь, я не уверен, что его могут сейчас и арестовать за такие заявления. То, что наши руководители везде прослушиваются, и большинство здесь, внутри нашего государства, это точно. Давайте скажем, кто создатель, например, большинство интернет-проектов. Это большинство, все зарубежные силовые структуры. Где наши все граждане, где наши все чиновники сидят? Это Twitter, это Facebook, это контакт и так далее, и так далее. А можно вас спросить, а где, кто это все производил и кто это все придумывал? Опять это зарубежные силовики, это те люди, которые в первую очередь работают на те неправительственные конторы, которые отслеживают всю информацию, понимаете? И, конечно, я считаю, что Россия должна уже перейти давно на тот режим, что наши ученые должны уже внутри нашей страны создавать, в первую очередь, наподобие таких же Facebook, таких же Twitter, и которые должны внутри нашей страны идти вот это внутри, будем говорить, политическое общение. То, что наших руководителей везде слушают, мы прекрасно это знаем. И я уверен, что те спецслужбы, которые слушают, они потом с этого изготавливают материалы, и потом уже, как говорится, делают удар непосредственно по внутренней политике самой России, понимаете? И я не уверен, что и нас, как депутатов, в том же Twitter, да, тоже папочку, каждый день, каждый день, когда мы вылаживаем какую-то новую информацию для наших избирателей, это тоже куда-то откладывается, и потом на нас собирается какой-то либо компромат. Я считаю, что это нормальное явление для всех спецслужб. Может, и наши также работают. Но внутри России надо, я считаю, перейти на внутренний формат, чтобы информация оставалась внутри наших, в первую очередь, тех же компьютеров, тех же самых сборов информационных данных здесь, внутри России.